Слышу голос из прекрасного долёта, Голос утренний в серебряной росе, Слышу голос и вонящая дорога, Гружит голос... Так, читаем дальше. В Иркутске питомники образованы тоже. В Иркутске питомники образованы тоже. Абрикос привает, напишет письмо. Я позвонила, спросила, как же абрикос будет преобладать над вишней? Мне сказали, что всё будет нормально. Всем так делаем. Купила у них два абрикоса, и у одного абрикоса вишня прёт подвое, возможно абрикос не жилец. Марина, ну вам-то нужно покупать, вы уже сами должны и лекции читать, и сами выращивать должны. Вот. Начал соблазнились. Вам-то уже это... Вы уже как бы это... Вы уже как бы... Первый класс пошли обратно. Потому что только первоклассник может поверить, что абрикос на вишне будет нормально развиваться. Так. Ну ладно. Зато, да, пользу принесёте, если будете нас дальше держать в курсе. Вы написали, возможно, не жилец. Пройдёт премьер, вы нам скажете, жилец не жилец. Или, ой, представляете, на абрикосе это плоды, а он привит на вишню. Ольга Малицкая. У-у-у. Это, видимо, реакция на... У неё, на Иркутск. На абрикос, на вишню. Видимо, поэтому написал слово. У-у-у. Так, семена поставлены часто через 5 сантиметров. Когда лучше делать пореживание? Сибирь, я говорю, теперь же осенью. Только осенью. Есть такое понятие. Весенняя пикировка. Это значит, ждут 2-4 листика. Как правило, путают. То есть, получается, 2. Первое, это 2 этих самых... Ну, в общем, чаще встречается 2 или 4. Потому что это... И в этот момент, когда они вот такие вот, якобы надо выкопать, обрезать центральный корень и посадить. Вот. Я к этому отношусь отрицательно, потому что это ювелирная работа. Раз. А когда кто-то мне написал, что 30 этих самых у него зашло абрикосов, и он их в таком состоянии, да, вот, 2 семидоли, и даже запомнил, 2 семидоли и 2 первых листика. Он в таком состоянии взял и пересадил это же весной, где-то в мае. Все 30 мёртвых. Вот тебе, здрасте. Вместо сада 30 штук зашло. Это же сад целый. 30 штук. И вдруг на тебе. Все 30 мёртвых. С тех пор, после этого письма, я эту самую... Терпеть не могу вот эту пик... Ненавижу эту самую пикировку. Да ещё, к тому же, мало бы копать ещё полкорня отрезок. Как бы ни посадили, теперь не трогайте до осени или до весны. Вот. Если у вас их, допустим, немерено, вдруг вы где-то заброшен в саду нашли, да? Немерено. Вы можете прорезать, как бы морковку. Мы знаем, что... Жалко морковь, пожалуйста, 500 штук. Но бывает морковка размером с бутылкой. Но тогда нужно несколько соседних выщипать. Хотите, так щипайте. Почему? 5 сантиметров вы, конечно, перебрали. Если у вас их девать некуда, там, допустим, 100, 200, 300... Ну, вот так вот садили. Вот так. Тогда просто как морковку выщипывайте, да и всё. Потому что они другого растения не дадут. Другое дело, 5 сантиметров, если это абрикос, допустим, всё равно вырастут до полуметра, как минимум. Друг друга они не успеют его это задушить. Ну, а дальше уж на ваше усмотрение. Кто же вас заставлял через 5 сантиметров? Это ж для нас беспечного коробка. Садить так. Так, лексики. Тоже фамилию пока нет. Драйвер. Тем 2, как получится, почему он уменьшен на коне? Ой, я рассказывал про это. Там фотографии, там такой выражающий. Потому что... А потому что потому. Потому что темно-гибаризация существует как. А вот, по идее, я думал, ну, что подумаешь, там морожайшие 25 лет. Мелкие получились. На следующий год будет там 3 раза меньше, 2 раза крупнее. Нет, так и остался мелкий. Вот, что ещё могу сказать? Почему цифра 2? Я его назвал память, не память, он жив-здоров. Это не то слово, фу, господи. Типонный язык. А это самое. Ну, память любит другого, что живёт на Украине. Чтобы я помню. Ну, я, значит, это назвал Артём. Потом мать честная. А он, оказывается, Артём и без меня уже. Есть такой официальный на Дальнем Востоке сорт. Всё было делать. И тут уже раззвонил всей стране. И уже он разошёлся. Я назвал Артём 2. Вот, коротко. Добрый вечер всем. Валерий Константинович, из-за каких фактов обещает плодовое дерево? Как можно вернуть культурность? Ну, про дерево вначале на Сенцевое и на Привитое. На Сенцевое деревья тут понятно. Вот. Есть две крайности. Есть Мичурин, и цитирую его почти дословно. Привитое взял семечки с Антоновки. А Антоновка была привита на дичок. И семечки, а она нормально, Антоновка это солидное яблоко, получился снова дичок. И он решил, влияет подвой. И это стала классика. Это стало чуть ли не аксиомой. Есть другая крайность. Есть, был. Но для меня он и сейчас есть. Один из выдающихся садоводов России. Так, записывайте эти самые, как вы там, тимиряльшики, записывайте, потом пойдите к этому. Все-таки вы же хвалитесь с тимиряльшиками. Ну, связи должны поддерживать. Вы же, это же ваш альмаматор. Придите к этому, к ректору, и скажите, надо организовать экспедицию в Сибирь. Там есть такой, причем это не то, что я преувеличил и говорю не так. Это уже всемирно известный факт. Благодаря мне. Там есть сад, остался после смерти выдающихся садоводок. Живолюбители утверждают, что у них свои выдающиеся. Надо проверить. За одним надо забрать весь материал от него. Взять миллион два рублей, все это ссувать в карман. Один держит его сына Алексея вот так. Два. Нет, надо здоровых два мужика. И одну из вас. Вы же активные такие, вы же психучки. Вот. Два мужика, аспиранта, ну, таких, которые ходят в спортзал, приезжают. Здрасте, здрасте. Два хватают его за руки, вот так заводят за спину и держат. А вы достаете из кармана вот такую пачку денег, несколько миллионов и суете его в карман. А карман не влажит. Тогда вы в этот карман часть миллионов, в этот, в этот, в этот, в этот. Вот. И держите до тех пор, пока не ссор. Я согласен взять у вас 10 миллионов. Хозяйничьте в моем саду. Вот что должны сделать. Что должны сделать. Тогда вам честь и слава будет, а не эти самые. Отрежьте все ветки боковые. Вот. Польза от вас будет. Вот так оно должно быть. А теперь дальше. Смотрите. Вторая крайность. Почему я сейчас сказал, что ему надо в карманы миллионы его, его, этому, наследнику носовать. У него все из косточек получились. Черешня роскошная. Груши вкуснейшие. Это я железо уговорю. Вот. Яблони. Абрикосы. У него не получилось только с персиками. И то, потому что он мне рассказывал, их эти мыши сожрали. До самых верхушек. Так бывает. Потерял. Вот. Кому верит? Мичурину? А что сказал Мичурин? Извините, что я долго так говорю. Потому что подвой их дикий был. И он на этот подвой и вину свалил. Вину дерева. Не его, а вину дерева. Виновато, что оно было привитое на дичок. А где брал косточки, семечки Боднар Борисович? Приезжали, привозили то, что называется спецобслуживание. Он строитель ГЭС. Строителям ГЭСов только это редко, что в России еще кормили черешнями в то время. Да еще по рублю в килограмм. Вот. Черешнями, абрикосами, сливами, вишнями. Я в Норильске увидел вот такие эти самые. Мама приносила с этого. Как оно? С магазина. Вот такие вот. Не преувеличил сливы. Где я сейчас не знаю такие растут. Мечта идиота. Вот. А это было с южных стран. Там влияние подвой это не было. Ни хрена. Если они были привитые. Вот. Я вспоминаю свежие довольно сообщения. Ну, там конец 20 века. Прививайте культурные яблони на культурные марозостойкие яблони и перечисляют. Московская грушовка. Даже запомнил. Ранец-Семиренко. Папировка. Белый налив. Антоновка. Вот. Видите? У них же совместимость хорошая. Но когда случается в Сорганцах, что будет? Привой замерз, подвой замерз. Вот. Теперь берем крайность другая. Сибирка. И вот тут получается. Почему у меня? Я не говорю, что у меня абсолютно сладкие. Легкая кислинка есть. Но людям это надо, эта кислинка. Большинство людей не любят чисто сладкие, притворные яблоки. Я проверял. Сливы. Абрикосы. Вот подавай кислинку. Это в моем саду. Это сотни этих встреч, сотни разговоров, сотни, как их называют, когда пробуют, дегустации. Вот. А оно все практически сладкое. Даже кислинку подавай, аж морду воротит. Извините, я же так шутя говорю, морду воротит. Вот. Есть две крайности. И получается, что, если я, допустим, привил роскошные 500-граммовые, они у меня есть, допустим, апорты, да, 500-граммовая, это яблоки, груша, а что получится семечко, если взять? А не знаю. Следующий этап. Этапы следующие для науки. А где наука? Ау! Не слышат. Вот. И получается, можно ли вернуть культурность? Да. Вот это самое, это уже ко мне, моя любимая тема. Вот сейчас я не долистал, а там дальше красивая фотография Александра Савинича на фоне несколько, жалкий урожай был, несколько ягодок, этих самых, черешни, брянская розовая. Ее мучили, 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 брянская из тут, и вымучили, что они стали вот такие вот. Стыдно даже и держать деревья. Могу я вернуть? Несколько поколений прививка, но особый способ по железу, то есть состояние ментора. И она опять вернется, вот такая будет. Мы готовы это делать? И поэтому коротко, Леониду, да, вернуть культурность можно. Я вернул культурность, например, нескольким сортам абрикосов. Я с помощью прививок черешин в крону, пусть даже небольших получились веточки черешни в крону вишен, я увеличил размер вишен два раза. Это не секрет. Вот так вот, в два раза. Можно вернуть. Другое дело, что это особая работа, она для таких, как я, или для ученых, или для этих, они не хотят этим заниматься. Вот. Сианец на сианец, раз, да, это самое, их спаривание, в смысле, ну да, спаривание, есть такое слово, спаривание. Получается, такой же вот. Ну все, как мог ответил. Силантий, доброе время, Валерий Леонидович, что успешно переживать длинные черенки до десяти почек. Можно ли ты гибель черенков бросить в нормальные деревья? Нет, нельзя. Всегда одна почка заберет, у другой все. Особенно нижние, уверьте. Смотрите, все 10 пошли в рост. А мне надо для будущего дерева одну почку, вот с одной почки пошло по всей России. Это мне когда-то не наука и не правительство, а вы мне мысленный памятник поставите, мысленный, за то, что с одной почки Хасанского персика еще несколько поколений. Сейчас придет осень. То, что я вам показывал фотографию, удесятирится. Еще будет 10 раз больше. А еще год в 100 раз больше. И вот все это мы сами все это сделаем. С одной почки начало. Понимаете? А у вас тут 10 почек. Она пошла, нижняя почка прекрасно, вторая, третья. И вот десятая вроде растет. Ну поверьте, она не то, что полноценная, она просто не нужна. Ваша задача, любой саженец должен начинаться с самой главной почки. Что я делаю? Ну а я знаю, что 2-3 выкормят дерево по двое. Уж 100%. Из этих 2-3 выявится лидер. Вот. Я раньше еще прежде фотографии много еще фильмы снимал до того, как вебинар появился. Или вот так, все три ровненькие. Или одна длинная, две покороче. Или три, причем не обязательно нижняя. Самая лидера, можно сказать, почка самая нижняя, самая верхняя из трех или средняя. Но 10 перебор, поверьте. И трудно прокормить эту ветку. Ну, кто хочет, пусть занимается. Я уже не раз говорю. Читайте газеты, у нас ставили демократия. Но учить других этому нельзя. Других надо учить наиболее эффективному садоводству. А это прививать 2-3 почки. Вот. Правильно? Александр, он со мной согласен. Вот.